КОМУ ТОЖЕ ПОХУЙ, ПРОСТО ЛАЙКАЙТЕ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, НУ ТУТ ТИПО РЕАЛЬНО ПОХУЙ. Всем здорова пацаны, с вами как всегда Лон СКПЛ, это новый видосик по Блэк Раше, как обычно обитаю я на сервере АКВА, это 18 сервер Блэк Раше, её можно скачать по первой ссылочке в описании, и ребят, что хочу вам сказать, вам обязательно нужно скачать Блэк Раше, именно по моей ссылке и зарегистрироваться на сервере АКВА, потому что в скором времени я буду снимать видосик, в котором буду прокачивать аккаунт, ну а сегодня я буду притворяться нубиком и пытаться поймать кидалу, могу сказать, что у меня это получилось и видосик получился очень интересным, так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а под прошлым видео вы собрали аж 750 лайков на минуточку, это 7,5 миллионов, сегодня я дам одному победителю. Если ты тоже хочешь поучаствовать в топовых конкурсах, которые есть в каждом моём видео, то тебе всего лишь нужно успеть написать первым комментарий под новым видосом, и если ты успеешь его написать первым, то ты получишь 1 миллион на сервере АКВА, ну и в принципе у меня есть ещё мега глобальный большой конкурс, о котором я всё рассказал в описании, переходи, читай, выполняй и выигрывай. Короче, сегодня суббота и как бы уже 2 часа ночи, я сейчас на сервере АКВА, на моём любимом сервере пацаны, на котором я играю уже очень долгое время, и вот слежу за челиком. Валера Егорович, он продаёт пацаны дом, но вот когда ты вводишь в ID Валера, почему-то его не находит, а вот если заменить букву И на букву Л, точнее наоборот, мы его сможем найти. Из этого можно сделать вывод, что этот челик создал фейк-аккаунт человека, у которого скорее всего есть какое-то имущество, и в принципе сейчас я это проверю. Вводим его ник в хистори, и тут уже будет понятно, что оригинальный Валера Егорович есть, и ник он не менял, точнее это я сейчас проверил этого, не оригинального Валеры, а у оригинального Валеры был раньше ник Михаил Петрович, и он его изменил. Так вот, к чему же я иду? Сейчас этот челик пытается кого-то обмануть, и продаёт дом в Бусаево, и продаёт он его в вип-чате. Так вот, может давайте попробуем попасться на эту наёбку. Короче, надеюсь, он меня не узнает, я попытаюсь притвориться каким-то нубом, и как бы делать вид, что я вообще не понимаю писать с ошибками, и в принципе полностью делать вид, что я нубик. И надеюсь, этот челик поведётся. Пишем ему, конечно же, с ошибочками, можно ли нам вообще посмотреть дом. Надеюсь, он... Блин, надеюсь, он не узнает меня, надеюсь, он не знает, кто такой Алон Сакапелло, и то, что этот челик вообще кого-то банит. Ну, короче, он говорит, что да, хату можно посмотреть, так что сейчас мы возьмём какую-то колымагу, чтобы было понятно, что я нубик и катаюсь на какой-то колымаге, и подъедем к нему. Он сказал мне, что он находится возле банка Арзамаса. Я взял Скайлайн, и в принципе, этот Скайлайн даже на Спорт Плюс, так ещё и с нетрушечкой. Короче, эта тачка валит нормально. Ну и вот наш Валера. Присаживайся, дружи, и в принципе, можем ехать в Бусаево, как я понимаю правильно. Ну, ребят, походу всё идёт по плану. Да, он говорит ехать в Бусаево, или же я не прав, и это вообще не обманщик, и он мне сейчас продаст дом. Ну, хотя я так не думаю. Ну, короче, он понял, что я реальный покупатель, и мы едем в Бусаево. По дороге он мне задал вопрос, это же ты владелец Фомы? И тут я упал в ступор, потому что я не знал, что ему ответить. Если бы я ему ответил, что да, я владелец Фомы, то он бы подумал, чё это челик топовой Фомы, вообще топовой Фомы, челик, который владеет топовой Фомой, покупает у меня дом, и я сейчас его разведу. Конечно же, я сказал ему, что эта Фома не моя, и он, в принципе, в это поверил. Около Бусаева я дал ему руль, чтобы он подъехал чётко к своему дому, и, в принципе, да, домик топовый, деревенский, можно покупать, да и всего-то он хочет за него 2 миллиона. Вот только я думаю, что это обман, потому что, скорее всего, это фейк аккаунт. Но может быть такое, что этот дом реально у фейк аккаунта находится. Типа, давайте посмотрим, Валера Егорыч, да, стоимость 300 тысяч, деревенский домик. Действительно, это так. Но он закрыт. Ребят, вот вам лайфхак. Если вы думаете, что вас могут наебать и дом закрыт, вы просто попросите этого челика открыть дом. Сейчас я этого делать не буду, потому что, в принципе, мы уже на грани, на грани этого момента, ребят. Сразу видно, что этот челик умеет обманывать. Он даже для правдоподобия говорит про какой-то фрапс и тайминг, типа, мол, я ему вообще могу не передать деньги и типа, я его могу обмануть. Но мы-то знаем, кто тут обманщик. И понятное дело, челик теперь диктует условия сделки. Вы передаете 1.4 КК через трейд, а я вам дом за 600, потому что дом нельзя продать больше, чем Х2 стоимости. Верно? Ну и, в принципе, я ему отвечаю, что да, дружище, верно, давай передавай мне домик. И смотрите, он опять таймит. И как бы выглядит это все правдоподобно. Опа, он мне кидает трейдик, и, в принципе, давайте передадим ему лям 600 трейдом. И как бы будем ждать домик, который он должен якобы нам продать. Почему я пишу лям 400? Ой, мы должны же передать ему лям 400, правильно, и за 600 он должен продать дом. Все отлично, лям 400 у него уже на руках. И, в принципе, Валера, я готов получить свой домик, за который я тебе уже заплатил. Ну, ребят, я, в принципе, это ожидал, и, слава богу, что он обманул именно меня, а не вас. Потому что, если бы он обманул вас, вы бы писали жалобу, вам бы ее отклонили, потому что вы неправильно сделали фрапс, или вообще у вас нету фрапса, вы кинули скрины, а потом вы бы писали мне. Короче, этот челик вообще офигел. Примерно 5-7 минут я ждал, пока он зайдет опять в игру. Ну, скорее всего, этот чел понял, что я ютубер, и он понял, что он просто по красоте наебал меня. И мы его сейчас забаним, отправится он в бан навсегда, и больше оттуда никогда не выйдет. Я же, даже, блять, я желаю тебе удачи, Валера, по ту сторону игры, там тебе и место. Я уже хотел идти спать, но вижу, как в чате челик пишет, Алонсо, меня кинули, помоги, это я тебе писал в ВК, прошу, помоги. Ну, давайте же поможем ему, Костя, приветики. Короче, коротко и ясно, какой-то челик просто хотел купить какой-то скин или продать в вип-чате. Этот челик написал ему, и тот челик в свою очередь сразу предложил ему скин обменять на ларёк. Конечно же, этот Костя подумал, ё-моё, скин обменять на ларёк, вот это выгода. И согласился, ребят, к сожалению, его обманули. Давайте же тэпнем этого челика. Вот мы подъехали именно к тому бизнесу, на который хотели его развести. Точнее, он за него отдал свой скин вот этому челику, 27-му айди. Роме, давайте же сравним Ники и посмотрим, фейк ли это вообще? Рома, а в игре такого нету. Есть только Рома с поддельной буковкой. Так что, пацаны, это фейк, и, скорее всего, ему по-любому нужно давать бан, так как он ещё и обманул только что этого Костю. Ну, и как бы он заслужил бан даже не из-за обмана, а из-за того, что он создал фейк-аккаунт. Именно поэтому этот парниша отправляется отдыхать туда, где отдыхают все наши обманщики. Ну, блин, а этого челика как бы жалко, его обманули на скин, который стоит 3 600 доната, ребят. Давайте хотя бы накину ему 3 лямчика, может это поднимет ему настроение. Вот так вот, ребятки, сегодня я побывал в роли наивного игрока, которого в принципе развели по очень лёгкой схеме. Я вот хотел у вас спросить, нужно ли делать видео с вебкой? Я думаю, вам так нравится больше. Если да, то пишите в комментариях, я обязательно прочитаю. Конечно же, я помню про то, что если вы соберёте 1000 лайков, то я буду делать ремонт в комнате прямо на стриме. Но вы собрали 750 лайков, поэтому давайте, если под этим видео вы соберёте косарик, то уж точно я скоро запущу стрим и буду делать ремонт комнаты. Точнее, просто разнесу там всё в клочья. Ну, а с вами, ребят, был, как всегда, Алон Сокопелло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok